13.05 в Кирове, программа «Особое мнение» в эфире, у микрофона Светлана Занько, и свое особое мнение сегодня высказывает ректор Вязкого социально-экономического института Владимир Сизов. Добрый день. Добрый день. Я что хотела бы спросить у вас, Владимир Сергеевич, насколько вам понравились первые шаги Ольги Васильевой, нового министра образования? Ну, есть... Шаги не высказывания, а действия. Вы очень точно отметили, есть очень интересное высказывание, а вот шагов-то, ну, как таковых я пока сильных, именно сильных шагов не заметил. Ну, уволена пара заместителей министра, которых и надо было давно уволить из-за развала, в общем-то, образования. Но я думаю, что там чистку министерства поглубже, поглубже надо делать. Там еще остались много таких кротов, которые разваливают то, что до них создавалось десятилетиями. Так. То есть вы ожидаете чистки в редакт Министерства образования? Ну, наверное, сильной очистки не будет, потому что, по моим сведениям, ей не удалось, так сказать, продвинуть свои идеи в отношении некоторых лиц, которых следовало бы уволить в первую очередь. Ну, то раскройте тогда, пожалуйста, чуть побольше завесу тайны преподнимите, почему ей не удалось. Ну, глава Рослова, Рослова надзора, это Крин Кравцов, например, который повинен, в общем-то, действительно, уничтожение, на всяком случае, я не знаю, как насчет среднего, но высшего образования точно. Он на своем месте остался. Он остался, и его заместитель. А у него были на береге какие-то? Думало в эту сторону? Ну, есть такие слухи. Ну, не все еще потеряно, еще только начало работы, правда же? Посмотрим, посмотрим. Хорошо. Будет сейчас трудно говорить о, так сказать, ее деятельности, пока еще слишком мало времени прошло. Я думаю, что будет понятно, к концу года точно будет понятно, какую сторону она ведет наше образование. Но, тем не менее, что касается высшего образования, уже некоторые заявления сделаны, за которыми, видимо, прямо сейчас последуют действия. В частности, буквально вчера она заявила о том, что приостанавливает процесс объединения вузов. Я цитирую сейчас по Ньюсру. Она говорит, пока мы прекращаем все объединения. Она, это Ольга Васильева, новый министр образования Российской Федерации. Пока мы прекращаем все объединения до каждого конкретного разбирательства. Что это значит? Вот это тоже интересный шаг, который пока, на самом деле, не свидетельствует о смене политики. Потому что приостановить это не остановить. Это раз. Во-вторых, что значит разбирательство? То есть разбираются вообще в суде. То есть, либо есть политика объединения, либо ее нет. То есть, и, на мой взгляд, политика объединения, это напрасная политика. Вот увидите, что через некоторое время, я не говорю, что завтра, и даже не послезавтра, это пройдет несколько лет, будет обратный процесс разъединения этих крупных вузов и создания профессиональных, специализированных учебных заведений. Потому что политика, когда все в одно смешали, перемешали, ну, а что полезного, в общем-то, приобретает вузы. То есть, сейчас только бардак, насколько я понимаю, в тех вузах, в которых произошло объединение. У меня достаточно много в разных, не только в Кирове, в опорном университете, но и в других регионах есть знакомых, которые вот за голову хватаются, что происходит. То есть, вы предвещаете в ближайшее время разведение? Не в ближайшее, нет. Не в ближайшее, не предвещаю, но пять лет может быть. Лет пять. Как это может произойти? Ну, надо же, как бы, понять, что это была ошибка. У нас очень долго это понимают. Вы думаете, что у Васильевой такие же ощущения, и при этом она делает такие заявления, получается, из-за этого? Вот еще раз говорю, мы поймем, в какую сторону вектор, так сказать, сворится. К концу года заявление еще ничего не значит. У нас политики всегда красиво и много заявляют, особенно перед выборами. А голосуют депутаты, те же, не знаю, там, в общем, голосуют совсем не так, как они заявляют. Ну, а то, что касается ее видения изменений в общеобразовательной школе. В частности, например, Васильев предлагает вернуть в школу отработки и дежурство после уроков. Вам нравится эта инициатива? Давайте немножко смягчим тонко. Мне нравится идея, что к труду надо приучать. К труду надо приучать, но не привлекать. Потому что приучение – это обучение навыкам труда. Человеку, ребенку, должно нравиться трудиться. Он должен полюбить труд. Понимаете, про любить. А привлекать – это, знаете, что-то такое смахивает привлечение к уголовной ответственности. У нас, к сожалению, любая инициатива может быть извращена, и вместо научения к труду будет именно привлечение, когда через «не хочу», «из под палки» и так далее. То есть надо правильно организовать этот процесс. А учить труду, конечно же, надо. И в советской школе, в общем-то, были уроки труда, а не уроки технологии. В советской школе были уроки труда, были дежурства по классу в течение учебного дня, дежурства по классу и по школе после учебы и отработки летней трудовой. Ну, это тоже не совсем как бы верно, потому что это обязательность некая. То есть сейчас в законодательстве исключена норма возможности привлечения детей к труду, за исключением, если это в учебном плане есть. Так вот эту норму стоит вернуть или нет? Мне кажется, она об этом речь ведет. Норму не надо в закон вводить о том, что дети, так сказать, должны трудиться. А вот в учебный план, если в учебном плане будут уроки трудового воспитания, или какие-то мероприятия по трудовому воспитанию, это хорошо. Но они должны быть по выбору самих детей. То есть нельзя вот как бы... То есть с доски по-прежнему стирать ребенок не должен, ибо это принуждение. Если он этого захочет. То есть должен быть выбор. Ну вот тебе, пожалуйста, либо ты прибираешься в классе, либо ты на приусадебном участке, при школьном участке работаешь, либо ремонтируешь мебель, ты выбери сам, чем ты будешь заниматься. И поскольку вообще-то эта работа оплачивается в школах, она должна и детям оплачиваться. Пусть он заработает копейку и поймет, каково это трудиться, и чего стоит тот труд тех же служащих, которые прибираются в школе. Может быть, он будет больше ценить. Да, это интересное мнение. И напоминаю, что это особое мнение ректора ВСЫ Владимира Сизова. Владимир Сергеевич, ну вот еще что хотелось мне сказать. Спросите у вас, я не помню, приходили ли вы к кому-то, может быть, из моих коллег, после того, как была назначена Ольга Васильева. Говорили уже о ней? Нет. Ну тогда все-таки вернуться к самым истокам основы претензий, которые было предъявлено новому министру образования Российской Федерации. В частности, говорили о том, что ее назначение и ее работа приведет к лирикизации школы и вспышкам недовольства в стране. Сейчас эта риторика поутихла, однако все равно такое мнение звучало и довольно активно обсуждалось. Вы считаете, вот интересы Ольги Васильевой как ученого и как человека, в частности, отношения к религии, к русской православной церкви, они каким-то образом негативно могли бы сказаться на школе общеобразовательной, например? Вы понимаете, интересы человека... Потому что именно в негативной такой риторике обсуждалось. Интересы человека, если он профессионал, если он профессионал, никак не должно сказаться на его работе. То есть надо очищать, вообще профессионалы очищают свое личное мнение от профессиональных действий. Она, безусловно, профессионал и чиновник высокого уровня. Я не думаю, что именно какие-то пристрастия ее личные будут отражаться. К тому же, а кто вам сказал, что она прямо такой православный активист и так далее? Ее диссертация, в общем-то, я сейчас с точности не воспроизведу название, но относится... Она, собственно, даже не на религиозную тему. Просто затрагивает религиозные некоторые аспекты в процессе воспитания. Поэтому я ничего не знаю о ее религиозности. То есть, на самом деле, ярко выраженных каких-то этих аспектов, они нигде, на мой взгляд, не прозвучали. А когда Ольга Васильева была назначена на этот пост, и все заговорили вот об этом, да, об ее отношении к Сталину, к сталинизму и к РПЦ, вам не захотелось прочитать ее работу? Мне просто интересно. Многим ли захотелось? Потому что вы сказывались многие... Работу не захотелось прочитать, но название я, да, прочитал. И, опять-таки, обвинение в том же сталинизме тоже надумано. Мне кажется, здесь больше журналистской, ну, какой-то такой рекламы или желание чего-то такого жареного подкинуть нам обществу. На самом деле, такого нет. Хорошо. Сейчас мне бы хотелось поговорить тоже на тему естественного образования. Раз уж мы получаем такого эксперта в студию, то хочется разобраться. Я накануне сбрасывала вам ссылку, накануне нашей программы, но наверняка вы знакомы с этой системой были и раньше, потому что я знаю, что все инновационные вещи так или иначе вы просматриваете и примеряете, в том числе и на ваш вуз. Это необычная школьная реформа в Финляндии, о которой говорят давным-давно, но сейчас они, похоже, хотят закрепить, ну, совершенно уже такие вещи, без которых наша школа себе, мы себе даже и представить не можем. В частности, отмена уроков, экзаменов. Такая, я прям, можно цитировать в «Комсомольской правде» материал, который называется «Без уроков, без экзаменов одна большая перемена». Я не очень хорошо понимаю, как это все там выстраивается в Финляндии, однако, несмотря на то, что отменяются конкретные предметы, алгебра, геометрия, астрономия, язык, они объединяются в некие большие такие комплексы, еду, например, изучают, да, и со всех сторон. Но каким-то образом эти финны научились выдавать такие результаты, таких грамотных детей. Вот что вы знаете об этой системе, и что могли бы мы, например, на себя переложить в Россию? Ну, я давно, на самом деле, интересуюсь финской системой образования, и по возможности слежу за тем, что они делают. Действительно, система уникальная. Ой, надо прерваться, Владимир Сергеевич. Да, нам сейчас звукорежиссор Денис Князев показывает, что у нас тоже перемена на одну минуту, и после это про уникальную систему финских школ, финского образования. Продолжается программа «Особое мнение». В гостях у нашей радиостанции сегодня Владимир Сизов, ректор Вятского социально-экономического института. До эфира я попросила Владимира Сергеевича высказать свое мнение о финской системе образования, в частности, я бы сказала, среднего образования. Это идея отказа от натаскивания на экзамен, или на сдачу контроля по определенному предмету и перехода к сущностному образованию, комплексному рассмотрению конкретной проблемы со всех сторон. Ждет ли нас то же самое, или почему не ждет? В ближайшее время, будьте спокойны, не ждет. Потому что для отказа от классно-урочной системы в России отсутствует как минимум два важнейших аспекта, две важнейших составляющих. Во-первых, нужны соответствующие преподаватели, которые способны вести занятия иначе, то есть не по программе, урочной программе. Надо все-таки сказать, вы хотя так адресовали, что это сущностный подход, в чем основная идея? Идея основная, что у финнов это образование для жизни. А если для жизни, то, собственно, какие могут быть отметки? То есть они не изучают отдельно математику, не изучают отдельно химию, физику, хотя, конечно, какие-то элементы есть отдельные, они изучают, допустим, какое-то жизненное явление, как приготовить пирог или яичницу. И через эти вещи они уже глубинные процессы познают. А действительно, у нас все перевернуто с ног на голову, то есть нам зачем отдельно знать какие-то формулы, как построено то или иное вещество без конкретного применения это в жизни. У них наоборот, то есть они идут, допустим, на завод какой-то, где выпускают кирпичи, и на примере этого кирпича изучают и химию, и физику, и математику. Понимаете, оно понятно, зачем становится, поэтому их и лучше усваивается. Надо сказать, что эти эксперименты и в России, и в мире, они проходят давно, то есть в 19 веке были, в 20 веке были, и в том числе и в России были, и в современной России они есть. Я вот неоднократно ездил в школу Михаила Петровича Щетинина, есть такая школа, вот они изучают как раз, у них обучение построено на этих же принципах, то есть обучение через жизнь, через явление жизни. И они могут программу школьную легко проходить за один год. То есть вот пятиклассники проходят всю школу до 11 класса, с 5 класса там принимают. Когда я спросил, ну как это возможно, он говорит, да что, собственно, можно и за три месяца пройти, просто остальные это 9 месяцев, чем заниматься. Поэтому это реально. Спросите, что делают эти дети после первого года обучения? А это вот другая проблема, потому что, конечно же, здесь мы сталкиваемся с тем, что они выпадают за пределы существующей системы, и есть определенные сложности. Но у Щетинина там все более-менее решено, потому что все-таки это экспериментальная площадка федерального уровня, Российская Академия Образования, поэтому там пристраивают. А вот если переходить на эту систему всей страной, то действительно возникает вопрос, а чему учить, как учить, и что делать с детьми, детям, которые в 11, 12, в 13 лет заканчивают школу, ну, исходя из той программы, которая сейчас существует. То есть надо полностью менять модель образования. Так это вот как раз второй момент, вторая составляющая, которая начала говорить, что у нас нет вообще представления о том, как эту модель делать, и нет тех людей, которые бы могли ее реализовать. Вот пединституты, посмотрите, сплошь и рядом закрываются, да и они, собственно, не готовили тех людей, которые могли бы это реализовывать. В этой системе очень важно иметь педагога как личность. То есть каждый педагог должен быть Макаренко, должен быть там Ивановым, тем же Щетининым, ну, Аманашвили, Соловейчик, помните, таких знаменитых. То есть он должен быть личностью, которая может за собой вести, увлекать, в общем-то, образовывать. Ну, скажем так, эта система на самом деле была очень давно, может быть, всегда вспомнила в античное время Аристотель, Платон. Это личностно ориентированные школы и школы, которые изучали явления через жизнь. Поэтому каждый учитель сейчас в такой системе должен стать Платоном или Аристотелем. Может быть, все-таки эта система не для всех, ведь у Платонов и Аристотеля не так много, так же, как и Щетининых. Может быть, и не для всех, но мы берем наиболее яркие образцы. Сейчас тоже не все обучаются, допустим, в гуманитарной гимназии или в КЭПе, да, то есть какие-то есть люди, которые, ну, по своим показателям, через тесты, через экзамены смогли туда попасть. Поэтому с ними занимаются более продвинутые педагоги. Также и в такой системе есть Платоны, есть Соловейчики, то есть немножко пониже уровень, но все равно высокий. И тем не менее, каждый учитель, конечно, должен быть личностью. А сейчас мы не знаем учителей, вот в наше время, скажите, каких-то знаменитых учителей. Мало, там, два-три, может быть, назовем. А в 90-х, там, в 80-х годах я мог назвать, там, не меньше десятка, которые гремели. И не только по стране, но и даже в Кирове были, в общем-то, известные личности. Так может, это ведь, наверное, не потому, скорее, мое же мнение, начинаю учителей защищать, что у нас нет ярких учителей. Система. Система не позволяет стать ярким. Она нивелирует все абсолютно правильно. Ты должен выполнять программу, ты не можешь отклониться, там, лишний день, лишний час или, наоборот, недостаточность каких-то часов на изучение того иного предмета. То есть, каждый пункт регламентирован. Очень сложно за пределы этой системы выбиться. Я напоминаю, что это особое мнение ректора Вятского социально-экономического института Владимира Сизова, микрофона Светлана Занько, и еще немного о школе. Вот в связи с тем, что Вы сказали, что система у нас, к сожалению, выстроена так, что и учителям сложно засиять, стать яркими, да? И я так понимаю, что они погрязли то, о чем мы говорили очень часто, в бюрократической рутине, огромное количество бумаг, записей, отписок, перекладывания чего-то там, да? И мало времени на творчество, и мало времени на детей. Понятно, что прекрасные учителя, они выкладываются, и детям дают максимум. Однако все оставшееся время тратят на эту самую бюрократию. Вот в связи с тем, что Вы сказали в самом начале, неплохо бы Ольге Васильевне новому министру образования Российской Федерации заняться чисткой в министерстве образования, вот в нашем министерстве образования, Кировском, чем бы им заняться сейчас стоило при новом временно исполняющем обязанности, может быть? Ну, такой провокационный вопрос. Конечно, у нас программа такая, провокационная. Не знаю, чем им стоит заняться. Могу только сказать, что нынешний министр, Александр Измайлов, он точно на своем месте, не стоит нашему руководству менять, как остальных министров. Я его хорошо знаю, и знаю, что лучше министра нет. То есть Вы хотите сказать, что на уровне Кировской области, нашего региона, с образованием все прекрасно? Конечно, а разве не так? А Вы не знаете, что уровень образования Кировской области вообще по всем показателям много лет занимает одни из высших строчек в России? Ну, на текущий момент третье место в России. А этого разве недостаточно? Это заслуги аппарата министерства? Во многом Вы знаете, потому что поддерживают инновационные школы различные. И тот же Измайлов, он много лет был заместителем министра, сейчас министр, то есть это во многом его личная заслуга в том числе. Поэтому с образованием в Кирове на том уровне, на котором вообще возможно в России... Никаких пожеланий от ректора в новый период деятельности правительства в сторону Министерства образования, это удивительно. Ну, надо подумать, просто что-то желать, надо продуманно желать. А была вообще встреча уже организована с временно исполняющим обязанности как директором всех вузов или нет? Да, она была в самом начале. Одна из первых встреч была именно с ректорами вузов. Вы говорили или он говорил? Ну, говорили и каждый ректор говорил, и он говорил. И вы говорили ему ровно то, что говорите мне сейчас, что о системе образования в Кировской области прекрасно... Я говорил о своем вузе, собственно говоря, а не о системе образования в Кировской области. Так безопаснее ведь, наверное, правда же, Владимир Сергеевич? Говорить о своем вузе, а не в целом системе. Не знаю, не знаю. Может быть, как раз наоборот. Потому что я говорил о тех проблемах, которые у нас есть, и просил их разобраться и решить. А он внимательно слушал? Он слушал внимательно, пообещал разобраться, но пока результатов нет. Пока результатов нет. Чуть-чуть о городе Кирове. Меня зацепила новость, которая опубликована на сайте хакирова.ру. Это решение главы города, господина Перескокова, о создании при городской администрации Коордиционного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению инвест-климата. Цель – привлечение бизнеса к выработке политики в сфере развития предпринимательства. Но вот, кстати говоря, сразу же могу сказать... Нет, позже лучше скажу. Считаете ли вы, что это своевременное решение, учитывая, что в этот комитет уже список даже есть, в этот комитет будет входить господин Вавилов, уполномоченный по защите прав предпринимателей, вице-президент ВТП Андрей Усенко, известный нам, и председатель Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса Валерий Туро. Я только такие имена известные, которые на слуху называю, многие другие сказаны. Своевременный шаг? Ну, почему бы и нет. Можно раньше, можно позже. Особого значения просто не имеют. Поэтому своевременный или несовременный, если мне тут судить-то трудно. Дело в том, что про инвестиционный климат это давно, речь идет, и все знают, что он нужен, его нужно улучшать. Но, опять-таки, уже в данном случае, как экономист, я скажу, инвестиционный климат это не панацея. Не панацея. То есть инвестиционный климат, он просто должен быть, как, не знаю, в театре должны быть какие-то декорации, на фоне которых действия происходят. Так вот, инвестиционный климат это и те же декорации. Или возьмем какой-нибудь тропический остров. Там очень прекрасный климат, там прекрасные пляжи, там прекрасные пальмы. Но там нет денег у этого островного государства, чтобы построить, допустим, прекрасный отель, в который бы приезжали прекрасные, богатые туристы. Поэтому надо понимать, что инвестиционный климат это только предрасположение к тому, чтобы пришли эти деньги, чтобы заработала экономика, чтобы были построены новые предприятия и появились отчисления налоговые. Но именно вот эти действия по созданию... Координационного совета. Нет, по созданию инвестиционной экономики. Экономики. Да, по созданию предприятий. Они имеют все-таки общее создание Координационного совета и развития экономики города. Если Координационный совет именно по инвестиционному климату, то, наверное, нет. Сейчас мы проживёмся на этом моменте. Я всё-таки хочу с вами поподробнее поговорить о роли бизнеса малого и среднего развития города, потому что мы много говорили в прошедшие годы о том, как его угнетают этот малый и средний бизнес, а он мог бы возродить практически город Киров. Вот как должны складываться взаимоотношения на взгляд экономиста, поговорим после рекламы. Хорошо. Это программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько, а напротив меня ректор Вятского социально-экономического института Владимир Сизов. И ещё немного о создании городской администрации Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению инвест-климата. Я до перерыва сказала, что хочу пора спрашивать Владимира Сергеевича вообще о роли малого и среднего бизнеса в развитии города. И как, собственно, мы должны понять, что у нас хороший инвест-климат и взаимоотношения города и предпринимателей складываются? Ну, если город развивается, и предприятия богатеют, выплачиваются зарплаты, значит, всё нормально. Посмотрите на Москву. Я думаю, что вот вам пример успешного взаимоотношения, так сказать, городской администрации и бизнеса. То есть и бизнес там процветает, и город процветает. Что ещё надо? Вот вам пример. Что касается у нас взаимоотношений и построения вот этого центра, или как он там называется? Координационный совет. Дело в том, что цели-то у бизнеса и у города разные. Как можно выработать единую стратегию, имея разные цели? Если такая цель единая будет найдена, тогда, наверное, можно выстроить стратегию и взаимоотношения. Но я пока не вижу этой цели. Я не знаю. Мне кажется, совершенно разная. Исходя из того, что происходит в последние годы в городе и в бизнесе, то цели точно разные. А без общих целей не получится, мне кажется, какой-то эффективной работы. Ну, заявили, что такой координационный совет. Знаете, сколько сейчас советов? Я только вхожу в десяток разных советов. Но эффективность их работы очень низкая. Ну, вы говорите, что я, например, не вижу. Ну, я не вижу. Может быть, там руководство видит? А что мы должны увидеть? Вот вопрос у меня был какой. Реальная помощь бизнесу, благодаря чему бизнес реально сможет повысить отдачу свою в бюджет города. Ну, когда мы с вами как-то обсуждали, что там закрываются ларьки, увеличиваются аренды и так далее. Ну, какая-то помощь-то. То есть, такое впечатление, что только вот давайте, давайте, ребята, налоги, отчисления. Как бы, а вам вообще, например, нравится, понравился бы обратный процесс, вдруг господин Туруло своей целью достигнет и ларьки вернутся на улицы города? Ну, а почему бы нет? А что плохого в этих ларьках? Вот они там эстетику портят. Они, может, эстетику портят, и то это вопрос такой относительно культурного восприятия того или иного гражданина, да? Да, но зато они приносят пользу, а, людям, потому что шаг, бывает, доступность, б, все-таки какие-никакие, но налоги они тоже приносят. И аренду, наверное, платят там за землю, еще за что-то. Пусть будут, я не против. Не шаг в прошлом? Мы сейчас настолько в прошлое откатились, что, наверное, надо использовать те методы, которые в прошлом как раз нас вывели в будущее. А в прошлом был, помните, Ельцин, который сказал, да торгуйте где угодно и чем угодно, и на тротуарах, и на дорогах, да? Только зарабатывайте, обеспечивайте себя и страну. Вот у нас уже очень близкая ситуация. К 90-м? Да. А она близкая к 90-м только в отношении бизнеса? Экономики вообще. Вообще экономики в целом. А что, люди хорошо сейчас живут? Да нет, не ищают, как говорят, говорит статистика. Ведь надо что-то делать, надо что-то делать, пусть открывают ларки, пусть будет разрешено снова торговать где угодно и чем угодно, ну, кроме запрещенных товаров, конечно. Вот немного культуры в конце нашей программы. Мне очень хочется с вами эту тему обсудить. Время от времени, наверное, раза три в год такая тема возникает. По разным поводам, по разным культурным событиям, но они возникают. Я сейчас говорю о закрытии экспозиции под названием «Без смущения», которая была выставлена в центре братьев Люмьер в Москве. И с подачи Елены Мизулиной и некоторых активистов, в частности, движения «Офицеры России», выставка была с одной стороны закрыта, с другой стороны стала известна на всю страну. Вот что в этой истории, на ваш взгляд, наиболее показательна? Ну, отношение к любому искусству, к выставкам, это, в общем-то, диагноз общества, то есть вот той власти, которая в этом обществе является руководящей силой. Ну, я бы, например, никогда не пошел на эту выставку, и вообще о ней, собственно говоря, и не знал, и, наверное, и не узнал бы, если бы вот как раз не эти запреты и мощная такая пиар-компания, которая в связи с этим прошла. То есть о чем это свидетельствует? Во-первых, о глупости запретителей. То есть они не знают элементарного маркетингового фактора, что когда что-то запрещают, это становится очень для всех привлекательным и известным. То есть если бы они не запрещали, то гораздо, ну, просто в сотни раз меньше людей увидели бы эти фотографии, которые сейчас везде по интернету качуют, да, и вообще узнали бы имя этого автора, и даже о центре этих братьев-люминиров, я никогда не слышал, думаю, не услышал бы, если бы не эта выставка. То есть вот спрашиваются, чего они добились? Они добились ровно отрицательного, вернее, противоположного результата. Они противоположный результат принесли. Вопрос, какой результат они ожидали на самом деле, да? Какие цели перед собой ставили? Ну да, но если они ставили цель распиарить... Себя, может быть, а не выставку. Я там не знаю, кто конкретно запрещал, но выставку они точно распиарили, хотя хотели ее запретить. Ну а второе, в общем-то, запрет выставки говорит о ханжестве самих запретителей, потому что, ну вот вы запрещаете какие-то фотографии, я не берусь говорить о художественной ценности, там есть она или нет, но в то же время вы разрешаете подслушивать, извините, наши телефонные разговоры, просматривать нашу, так сказать, переписку, смотреть наши фотографии, которые мы в телефонах, то есть принимая вот этот пакет законов, яровой, да? Да. Это что, это не ханжество, то есть запрещать одно и в то же время разрешать другое, то следить за всем обществом. То есть если вы уже принимаете законы, то в первую очередь должны запрещать такие действия, которые вы разрешаете. Вот затем диагноз общества и той власти, которая, в общем-то, правит этим обществом. К ханжество. Да. И еще немножечко о том, что произошло в минувшие дни в Кировской области. То же самое, что во всей стране. Прошли выборы, выходили на выборы. Ну, пришлось. Что значит пришлось? Ну, не особо хотелось. Да? Ну вот я честно скажу, я второй раз в жизни ходила на выборы, первый раз в 18 лет, второй раз ходила на выборы. И, в общем, осталась удовлетворена своим походом. Другое дело, результаты именно насколько удовлетворены. Вот в целом, по раскладу наверняка же смотрели, да, по раскладу, который получился в областное законодательное собрание, в Государственную Думу. Вы ожидали таких результатов? Да, это результат абсолютно ожидаемый. Ничего нового, наверное, я вам не скажу. Ничего вас не удивило совсем? Ничего абсолютно не удивило. Ну, какие-то новые лица хотя бы, которые появились в областном законодательном собрании, они появились. Например, там тот же Роман Титов, известный вам, да? Ну, он и раньше был известен, но просто не был, может быть, в законодательном собрании. Я порадую то, что прошла Гурьянова, Надежда Павловна, Надежда Павловна Гурьянова. Дружим, и мне очень-очень-то отрадно, что такой человек появился в законодательном собрании. Я думаю, что он будет отстаивать как-то интерес людей, простых граждан. Простых граждан. Ну, а в целом то, что Единая Россия у нас получила такие хорошие результаты, ну, про ЛДПР там отдельно, Единая Россия получила такие хорошие результаты, и то, что у нас временно исполняющие обязанности тоже является Единая Россия. Очень многие эксперты, сидевшие в этой студии, оценивали позитивно, потому что говорили о том, что скорость принятия решений и понимания вопроса, да, вот в целом, будет лучше, да, происходить. А почему будет лучше происходить? За счет чего? За счет партийной дисциплины, так скажешь. Ну, пусть так. Не хочет обсуждать Владимира Сергеевича результаты выборов. Советно не хочу. Хорошо. Ну, в таком случае мы заканчиваем нашу программу. Это все вопросы, которые я на сегодня подготовила. И напоминаю, что это было особое мнение ректора Вятского социально-экономического института Владимира Сизова. Я знаю, почему не хотите. Вы, как обычно, хотите посмотреть, что будет, да? Что будет, а как будут поступать, потому что расклад пока не ясен. Хитрый взгляд Владимира Сизова. Это его особое мнение. Меня зовут Светлана Занькова. До свидания. До свидания.